МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Композитные опоры уличного освещения поставят по всему Академгородку. Сейчас столбы из стеклоткани с инновационными светильниками есть только на улице Николаева. Их два десятка. Новое освещение понравилось местным жителям. Довольны и городские службы. В чем достоинство местной разработки, узнал Александр Сульдин. Академгородок, улица Николаева. Яркий свет от инновационных светильников. Здесь даже опоры необычные из композита. Пока два десятка. Их установка – эксперимент. По результатам решат, какими заменить устаревшие бетонные столбы – композитными или металлическими. Их стоимость практически одинаковая. На что менять? Для композитных. Это антивандальность, простота в обслуживании и дальнейшей эксплуатации. Установить такую опору могут без особых усилий три человека. Она пустая изнутри, очень легкая, но при этом прочная. Сделана по такой же технологии, как трубы одноразовых противотанковых гранатометов. И если присмотреться, то можно заметить, что изнутри пробивается свет. Тубус гранатомета выдерживает выстрел. Эти опоры – столкновение с машиной. Конечно, если она врежется в такой столб на небольшой скорости. Если перед столкновением авто будет ехать быстро, опора сломается, но не помнет капот или крылья. На эти стенки из стеклоткани с трудом приклеивается объявление. Но даже если удастся, отмыть бумагу очень просто. По словам разработчиков, опоры и светильник без замены могут проработать 70 лет. Новое освещение по достоинству оценили местные жители. Улица Николаева преобразилась в последнее время. Стало лучше. Удобно ходить по этой улице. Она стала более освещенной. Стало светлее и дорога стала лучше. Ну, а сходить нормально сделали. А вот стоят на такие фонари все фонари в Академгородке замены? Наверное, да. Почему? Это удобнее и ярче свет. То, что здесь в результате после того, как эти опоры заработали, положительные, весьма положительные отклики, говорит о том, что эта идея хорошая. В эту сторону надо двигаться. Новую систему освещения пока тестируют. Проверяют, как она поведет себя в морозы. Если все пройдет удачно, композитные опоры со светильниками поставят на проспекте Ильича. Всего в Академгородке нужно поменять почти 900 фонарных столбов. Александр Сульдин, Дмитрий Кан, Новосибирские новости. Тепличный комбинат в поселке Толмачево увеличил площадь закрытого грунта в два раза. Производители свежих овощей планируют кормить новосибирцев местными помидорами, огурцами и зеленью круглый год. Уже сейчас выращивают половину того, что поставляют в магазины. Чем еще, кроме привычных ингредиентов для салата, порадуют новосибирцев местные агрономы, расскажет Вероника Иванова. Сияют, как новогодние гирлянды, специальные тепличные лампы, под которыми краснеют помидоры, зеленеет салат и растут огурцы. Овощи отсюда попадают на столы новосибирцев. Далеко плоды везти не нужно, поэтому продукция тепличного комбината из села Толмачево дешевле. Минимум на 10%. План – полностью обеспечить запрос новосибирцев на свежие огурцы, помидоры и зелень. Общая площадь теплиц теперь не 8 гектаров, а вдвое больше. За окном – минус 30, здесь в тепличном комбинате наоборот – плюс 30. При такой амплитуде чисто сибирских огурцов собирают 170 килограммов с квадратного метра. На этом останавливаться не планируют, хотят добиться показателя в 200 килограммов с квадратного метра. При этом по всей России средний показатель всего 38. Сорта голландской селекции – самые урожайные. При этом никаких грядок, все необходимые микроэлементы подают в субстрат по системе капельного полива. Самые настоящие – тепличные условия. Я думаю, что мы будем все-таки ориентир держать на огурец. Он быстрее дает отдачу. То есть, я вам сказала, через три недели после посадки мы получаем от него отдачу. А на томатах это надо через три месяца. От посева до получения первого плода. Проходит три месяца. Поэтому здесь у нас есть два гектара, на нашем комбинате два гектара томатов. А все остальное – огурец. Еще здесь выращивают зелень. Вот большие тепличные плантации салата. Площади с ним выглядят просторнее. Лампы висят высоко, чтобы не обжигать ботву. Заняться инвестор планирует не только овощами, но и цветами. Это полностью обеспечит Сибирь и Дальний Восток свежими бутонами. Пока же розы поставляют из Африки, Колумбии, Европы. Цветы приходится обрабатывать химией, чтобы доехали. В итоге букет не первой свежести. Если здесь я вырастил, например, огурец или цветок, и он через 10 часов, он уже весь на полке стоит, и люди могут его покупать и радоваться тем, что мы сегодня сорвали огурец, похрустили, он вкусный и здоровая пища. То же самое и с цветами. Мы в Ярославле уже построили такой комплекс, он роботизированный, роботы работают на цветах. Поэтому вот что-то такое похоже мы хотим сделать здесь в Новосибирске. Превращать огуречные теплицы в розовые сады будут постепенно, по мере реконструкции комбината. По плану она начнется в следующем году. Вероника Иванова, Евгений Макаров, Новосибирские новости. Как защитить подростков от употребления наркотиков? Сегодня этот вопрос обсуждали эксперты. Ежегодно в стране появляются десятки новых видов психоактивных веществ или спайсов. Их не только становится труднее выявить, но и предсказать действия на детский организм невозможно. Проблема старая, но требует новых методов работы. Взрослые озадачены проблемами детей. Чиновники, наркологи и психологи обсуждают ситуации, связанные с наркотиками. Главная задача – научить родителей бороться со страхом. Страхом увидеть проблему в своей семье. Это не катастрофа. В том плане, что даже если однажды будет какой-то потребление наркотиков, это поисковое поведение. Но самое главное – выявить, почему это поисковое поведение происходит, почему ребенок обращается к психоактивным веществам. Значит, есть проблемы или в семье, или у него. То есть здесь уже работа более глубокая и с подростком, и с родителем. Тест на прием наркотиков школьники и студенты сдают неохотно. Из двух с половиной тысяч приглашенных на медосмотр пришли всего 7%. В 2018 году количество детей, прошедших тестирование, было значительно меньше. Но, тем не менее, количество образовательных организаций, которые участвовали в этом, значительно превысило. По-прежнему актуальным остается вопрос. Это той самой пропагандистской работы и среди родительской общественности, и среди самих детей о необходимости проведения такого тестирования. Склонность к употреблению наркотиков и девиантному поведению психологи видят сразу. Причем в зоне риска не только подростки из неблагополучных семей. Многое зависит от той семьи, от родителей, где ребенок воспитывается. Прежде всего, очень любить ребенка, доверять ему и постоянно общаться с ним, так же, как и в школе. Я думаю, те педагоги, те учителя, которые постоянно видят своих детей, общаются с ними, доверяют им, там, как правило, все прекрасно. По статистике, только один из десяти подростков, пробовавших наркотики, употребляет их повторно. Но, по словам специалистов, даже первая доза синтетики или спайсов может привести ребенка в психиатрическую клинику. Резкое изменение круга общения, сбой в режиме сна, неожиданные увлечения – все это возможные признаки употребления психоактивных веществ. Эксперты просят родителей быть внимательнее и уделять ребенку больше времени. Александра Медведенко, Дмитрий Канн, Новосибирские новости. Новосибирские новости. Все просто. Поможем, покажем, подскажем. Возникли трудности или вопросы? Не знаете, где найти ответ? Инструкции на все случаи жизни. Раздел «Поможем» на сайте nsknews.info. Что нужно знать о налоговых вычетах? Налоговый вычет – это сумма, которая уменьшает размер дохода, с которого взимается налог. Такой налоговый вычет не могут получить индивидуальные предприниматели и граждане, единственный доход которых – пособие по безработице. А вот физические лица, с дохода которых оплачивается налог 13%, на такой вычет претендовать могут. Для этого нужно подать необходимые документы вместе с декларацией о доходах в инспекцию по месту жительства. Сделать это можно в конце календарного года. А некоторые вычеты можно получить через работодателя, не дожидаясь окончания налогового периода. Немецкий ученый-археолог Герман Парцингер получил степень почетного доктора Новосибирского госуниверситета. Торжественная церемония пройдет в НГУ завтра. Профессор активно сотрудничает с представителями Сибирского отделения Академии наук. Сегодня с профессором встретился мэр Новосибирска. Анатолий Локоти и Герман Парцингер обсудили перспективы сотрудничества Германии и Новосибирска. Немецкий археолог, специалист по скифской культуре, вместе с сибирскими учеными он работал на раскопках Венгерова. Изучал и Чичибург, это остаток городища в Сдвинском районе. Власти Новосибирска планируют укрепить отношения с Германией не только в научной, но и культурной сфере. И мы, конечно, хотели бы, чтобы такой великий ученый участвовал не только в научных конференциях в Новосибирске, но в том числе и в культурных конференциях. Потому что мы привыкли, что все-таки Новосибирск это научно-культурный центр России. И нам хотелось, чтобы он все-таки приехал в Новосибирск, как культурную столицу Сибири и в том числе России. Номинант на премию «Оскар Хрусталь» увидит новосибирцы. Фильм покажут в кинотеатре «Победа». Главную роль в картине исполнила новосибирская актриса Алина Насибулина. В создании фильма поучаствовали представители киноиндустрии Бразилии, США, Германии и Белоруссии. Подробности у Анны Буяновой. 90-е годы. Меломонка Эвелина из Минска подрабатывает диджеем. Носит яркие наряды и хочет уехать в Чикаго. Так начинается история о «Хрустальной мечте». Фильм «Хрусталь» впервые показывают на экране кинотеатра «Победа». Чтобы осуществить свою мечту, девушка покупает поддельные документы. Отправляет в американское посольство. Но допускает ошибку. Телефон якобы работодателя указан неверно. И «Хрустальная мечта» Эвелины вот-вот разобьется в дребезги. «Поначалу номер – это где-то в поселке Хрустальный. Я по коду посмотрела». «По самому номеру позвони тогда?» «Я звонила уже, я же не тормоз. Там какая-то квартира. Трубку вообще ребенок берет. Сзади вопли про какого-то костю. Потом перестали к телефону подходить. Понимаешь, если там такое будет, моя виза накрылась с отказом, мне ее уже никогда не дадут. Люди даже паспорта меняли. У них информация сохраняется и все». «Тогда надо срочно всех прикончить по этому номеру». Фильм белорусского режиссера Дарьи Жук основан на реальных событиях. На экране пост «Советское пространство». Картину о том, как люди жили в 90-е, в течение двух с половиной лет создавала международная команда. Из Бразилии, США, Германии и России. Главную женскую роль исполнила актриса из Новосибирска Алина Насибулина. «Я нашла Алину, и Алина такой прям самородок. Я думаю, у нее будет большая интересная карьера, потому что она действительно восходящая звезда». «Хрусталь» Дарьи Жук номинирован на премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Чем закончилась история Эвелины? Новосибирцы могут увидеть в кинотеатре «Победа». Премьера фильма назначена на 13 декабря. Анна Буянова, Денис Савинский. Новосибирские новости. Кубок Анны Багали стартует в Новосибирске. Юные биатлонисты из 27 регионов России и Казахстана сразятся за призовые места на следующей неделе. «Те традиции, которые заложены в центре биатлона нашими прославленными великими спортсменами, для меня честь продолжать и вести наших ребят, каждому выбирать свою дорогу в большой спорт. Для нас важен каждый спортсмен, каждый регион и каждый тренер. Это не просто слова. Мы всех без исключения ребят чествуем на церемонии награждения». В этом году соревнования проходят в пять этапов. Первый – традиционно на Новосибирском биатлонном комплексе. Здесь участвуют 500 спортсменов. Кроме состязаний, юных биатлонистов ждет лекция о допинге, а тренеров – полезные мастер-классы. Финал Кубка состоится в Мурманске в апреле. Сейчас организаторы думают о том, что и последний этап соревнований надо проводить в Новосибирске, на родине Анны Багали. «Главная ли победа, главный ли это залог потом успеха в будущем, вырасти в профессионального спортсмена, который будет достигать уже каких-то олимпийских высот или высот в Кубках мира и Европы, не главное. Главное вот как раз в этот период получить правильный тренировочный, подготовительный процесс внимания и возможность участвовать вот в таких соревнованиях». Безграничные спортивные возможности предоставляют людям с различными ограничениями здоровья. Сегодня они собрались в спорткомплексе «Заря» на фестивале адаптивного спорта. 200 любителей активного образа жизни попробовали себя в разных играх и конкурсах, продолжит Михаил Якимов. Любовь Сенникова спортом занимается регулярно и не просто тренируется, а участвует в соревнованиях. На ее счету уже больше 170 медалей, завоеванных на различных турнирах. Ей под 80 лет и передвигается она только на коляске. Но это не помеха, чтобы осваивать новые виды спорта. «Вы знаете, когда душа горит, все получается. Ну так, конечно, вот и легкую атлетику, это тоже все с коляски. Раньше было диско пью ядро, а сейчас только ядро. А вот в городки мне тоже нравится играть. Раньше никогда не играл». Людей с инвалидностью, которые находят себя в спорте, немало. Для кого-то это возможность выйти из дома и пообщаться. А других спорт затягивает всерьез и надолго. «У кого-то духа поменьше, у кого-то, не знаю почему, у кого-то азарта меньше, не знаю. У меня побольше азарта, потому что я хочу постоянно какие-то победы, минимальные, максимальные, хоть какие-то». Фестивали адаптивного спорта, на которых проходят соревнования по самым разным дисциплинам, подходящим людям с разной инвалидностью, в Новосибирске организуют регулярно. «Теннис слепых у нас увеличилось количество участников, очень большое количество участников. Боча – это вид спорта, игра для людей с тяжелыми поражениями, фронт-двигательного аппарата. Тоже порядка 30 человек. Начинали мы, там 8-10 человек было». Судьи спортсменов с нарушениями здоровья оценивают строго, без поблажек. «Мы стараемся их даже не различать. Обычные спортсмены, необычные спортсмены. Мы все обычные спортсмены. Единственное у нас в том, что есть некоторые ограничения по здоровью. Все». В пятницу здесь же, в спорткомплексе «Заря» пройдет финал городского фестиваля «Живи со спортом, поверь в себя». Воспитанники новосибирских коррекционных школ и интернатов, победившие в районных отборочных этапах, померятся силами в различных спортивных конкурсах. Михаил Якимов, Денис Савинский. Новосибирские новости. «Быть в курсе последних событий» поможет радио «Городская волна», читата 101,4 FM. А на сайте nsknews.info можно узнать о том, как ТОСы помогают сделать жизнь в вашем дворе и доме комфортнее. На этом все. Берегите себя. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова